Школа мне очень понравилась. Я делала IB, я думаю, ну, отзывы от илевела другие, но мне кажется, IB более, ну, дает больше широких знаний, вот, и больше готовит к университету, потому что есть огромное количество курсовых, огромное количество каких-то эссе, и на моменте кажется, что это все зря, потом попадаешь в университет, понимаешь, что вообще не зря, вот. Так что IB отлично, ну, я считаю, что это много лучше система, чем 10-11 класс, проучившись в 10-11 классе, вот точно говорю бы, ЕГЭ, это как бы, это вообще не показатель, вот. То есть очень много людей, которые, там, плохо учатся, издают ЕГЭ нормально, здесь так не выйдет, то есть, в принципе, если ты учишься не очень хорошо в течении, то ты издашь не очень, вот, ну, так что, ну, мне кажется, что это прям отличная система. Дальше, ну, UCL, именно там, где я училась, именно департмент Life Sciences на биомедицинские науки. Само образование хорошо, очень интенсивно, очень много всего, очень, ну, типа, быстро. Профессиональным уровнем именно педагогов я была очень довольна, и все это было, ну, глубоко, интенсивно и очень, так, сильно. Они всегда открыто отвечают на имейлы, это все всегда на месте, ну, просто особенность UCL еще то, что есть модуль-организатор, и очень часто модули построены так, что каждую лекцию, если у тебя, ну, или, там, не каждую лекцию, но она разделана по теме, и вот каждый по теме это свой лектор, то есть он приходит, он занимается этим всю его жизнь, и он это рассказывает. Перед первыми экзаменами, пять экзаменов у меня было, я сидела месяц в библиотеке безвылазно, то есть я приходила туда часов в восемь, может, в семь, потому что в UCL еще нельзя сидеть в библиотеку нормально, и сидела там до шести. Это просто, это как на работу, то есть каждый день, выходные тоже, это, ну, только так можно что-то вытянуть, вот. Во втором году я уже в течение года очень много сидела, я проводила в среднем, ну, часов шесть-семь я сидела каждый день, то есть прям все время в библиотеке. Я приезжала в выходные, как бы, но еще мне немножко сложнее из-за того, что я по-другому запоминаю информацию, как интернациональный студент, мне кажется. Мне просто нужно чуть дольше посидеть, чуть дольше это понять, впитать, и, ну, литература тоже читается сложно. Я решила, ну, подавать на что-то такое околомедицинское, как бы, чтобы была возможность вернуться потом, если я уже захочу, в graduate medicine. Ну вот, я смотрела, в принципе, случайно нашла вот биомедикал сайенс, были еще варианты human sciences в UCL, но биохимию я не хотела. Ну и как-то, да, как-то все сошлось на биомедицине. В Кембридже я сейчас буду изучать, это называется Bioscience Enterprise, это как предпринимательство в бионауках, вот. Ну, по сути, фундаментально мое такое, мое образование будет учить меня строить компании какие-то в биотехнологиях или в агрикультурных технологиях. Ну, типа, просто строить компанию с нуля, это все будет подниматься. Я начну, наверное, с того года. Я делала в том году стажировку также. В августе недель шесть, наверное. Вот. Это был стартап, ну, и есть стартап, который занимается, они делают такую модель, которая будет распознавать рак груди по снимкам в микроскопах. То есть вместо... Сейчас это делает человек, которому платят довольно много денег, и, ну, это все очень медленно двигается в NHS, поэтому они пытаются сделать, ну, быстрое сканирование снимков, чтобы быстрее люди понимали, что у них там есть рак, какое лечение нужно, чтобы все это просто ускорить, типа, в два раза. Вот. И я у них осталась... У меня называлась позиция Data Operations. Вот. Ну, я, в принципе, была как такой... Сначала более менеджер и такой-какой-то ресерчер. То есть я смотрела на другие компании, или там я собирала информацию о том, как вообще вот... Ну, как попадает скан, вот его делают, и как дальше это все проходит, через какие ступени. Писала просто какие-то, ну, типа, планы, как должны работать патологи, которых мы будем нанимать. И потом как-то все это поменялось, и у меня стала больше позиция по... То есть я, по сути, была патологом, то есть ко мне приставили уже патолога настоящего, она мне объяснила пару вещей, ну, и поскольку я могу понимать, что это в цитологии, я просто как бы обводила опухоли, ну, занималась вот этим, потом она проверяла, и, ну, просто это все было таком на потоке. Ну, вот, я проработала потом там во время учебы, во время третьего года, полгода, вот. А потом, ну, я закончила там работать, и сейчас я уже в другой компании, вот, три дня. У меня называется позиция Sales and Marketing Intern, то есть я в продажах, по сути, и маркетинге. Там не очень большая, там большой штаб лаборатории, вот, но, как бы, вот сам бизнес, организация, там небольшой штаб, и компания занимается тем, что они тестируют лекарства, которые уже вышли на маркет или еще не вышли на маркет, на риски, возможно, связанные с проблемами с сосудистой системой, нервной системой, и, ну, какие-то вот такие риски, в общем. Вот, те, кто хотят оставаться в этой сфере, они идут на магистратуру, ну, или PHD, там уже как пойдет. В принципе, в лаборатории найти место возможно. Вот, там не сильно большая конкуренция, довольно спокойно. Когда мы начинаем говорить о более таких широких вещах, как маркетинг, сейлс, дата-аналитика, сложно. И даже не сложно, потому что, ну, типа, просто очень много людей, все это быстро двигается, и в среднем это полгода. У меня разные друзья в разных сферах, и это полгода найти работу. Хороший лайфхак по поиску работы — это имейлить, ну, по крайней мере, стажировку. Я не знаю, насчет работы, но стажировки просто имейлить компаниям. То есть у них даже, вот где я сейчас, у них даже не было позиции никакой на интерна. Я просто написала, что вот, ну, типа, я могу поработать интерном. Меня взяли, и как бы все это оплачивается, и очень, ну, очень, очень хорошо прям пока.